Всем привет дорогие друзья, с вами Маракаси и внезапно мы посмотрим сегодня бой на Т-95. Ну действительно нужно разнообразие, я считаю, многие кстати писали, что я показываю порой слишком много одинаковых боев на одинаковых танках. Но буду исправляться и буду стараться добавлять для вас такие вот интересные сражения на разнообразных танках. Ну и также сегодня друзья хочу порекомендовать вам подключить новый набор Кобра, мне лично этот набор очень сильно понравился, это наверное действительно один из самых годных наборов, который только выходил. Можно получить очень годные премтанки, ренегат, центрион, ИСУ, также Т-34-85 орудий, тоже хороший танк, день према, Х5 опыта, уникального командира, все это стоит 100 рублей по ссылке в первом комментарии, не обман. И также вы можете выиграть золото в этом видео, для этого вам нужно в комментарии указать свой игровой ник и досмотреть данное видео до конца, все довольно просто. Итак друзья, сегодня у нас в продаже целая охапка премтанков и тут конечно хочется сказать, что у картошки начали заканчиваться деньги, но конечно нет денег у них, я думаю хоть отбавдай, но действительно сейчас наверняка доход подупал, потому что людей меньше в эту пару играет в этот сезон, сейчас уже как бы лето, скоро и в принципе ну конечно многие не будут играть в танки, а соответственно и не будут донатить, потому что зачем донатить если ты не играешь, хотя наверняка находятся игроки, которые донатят и при этом не играют, ну зачем опять таки не ясно. В любом случае, давайте посмотрим, что тут за танки продаются, я считаю, что покупать нужно только что-то годное, а всякий хлам нужно пропускать мимо. Тип 59 продается, это конечно интересное предложение, но цена вы только посмотрите, она огромная, 4400 рублей. Варгейминг остановись, куда ты прешь, но найдутся люди, которые купят этот набор, да, тут не только танк, тут еще 12500 золота, 1 миллион серебра, 30 дней према, там демонтажные наборы, 100% экипаж, типа еще скидка 18%, но все равно дорого, я бы этот танк может быть приобрел бы там, ну может быть за 1500, за 1600, ну и то подумал бы, ну в принципе у меня типа никогда не было, всегда мечта была его получить, соответственно, эта цена слишком большая, но если вам нужно еще золото дополнительное, может быть и норм. Тип 64 продается, ну дороговато опять-таки для этого танка, поляк продается за 2300 рублей, ну в принципе нормальный танк за 2300 также продается. Защитник, тоже более-менее нормальная, ну тут еще 2500 золота сверху, так что, ну более-менее адекватная цена для этого танка. Е75 ТС продается за 3575 рублей, плюс 8000 золота, 30 дней према, в целом дороговато немножечко, но танк хороший на самом деле. Также Тигр 131 за 1210 рублей и 500 золота. Считаю, что этот танк столько не стоит, ну он просто такой себе. А самое гениальное предложение, это немец с французскими корнями, как тут написано, Panzerkampfwagen 38H735. Некогда был имбовый танк, но в основном его покупали педобиры, чтобы там новичков избивать сейчас, ну баланс вроде как изменился там. Ну короче, 5500 рублей, все это предложение стоит. Да, тут 20000 золота сверху, 3500 серебра и 30 дней према, но все равно это просто грабеж. В целом ничего тут такого особо интересного я не нахожу, может быть только если защитника прикупить, если у вас нету, если вы любите тяжелые танки. И у нас тут еще одна новость, которая меня немножечко удивила, хотя я знал об этом, то что танки выходят в стиме. Об этом уже много разговоров давно ходило, и вот соответственно танки и вышли в стим. А что меня лично удивило, как я понял, могу ошибаться, но вроде тут так написано, что все аккаунты будут с нуля делаться. То есть по сути, вот кто хотел когда-то поиграть в танки, вот чтобы все тоже начали прокачиваться заново, то вот такая возможность будет, то есть будут там уже танки с нуля многие прокачивать, да, конечно будут донатить. Но в целом это любопытно, как это вообще будет выглядеть, ну то есть все с нуля. Естественно ты аккаунт свой будешь с нуля там прокачивать, но это для тех, кто хочет поэкспериментировать, и для тех, кто соответственно хочет вдруг поиграть в стиме именно почему-то, хотя ну одно и то же по сути. И кстати, уже многие оценили танки по достоинству, скажем так, 47% положительных отзывов, чтобы вы понимали, у хороших игр обычно там 80-90% положительных отзывов, тут 47%. То есть многие недолюбливают танки, мягко говоря, многих видимо танки обидели, разочаровали, и соответственно люди приходят, ну некоторые просто из-за злости, сами играют в танки, но при этом их хейтят. Это у нас как бы такая вот, я не знаю, ну в танковом комьюнити это, то есть норма считается. Не то, что я за такое, но интересно. Конечно, многие просто по приколу там приходят что-то написать, но заслуживают эти танки такого рейтинга. Если Wargaming будет и дальше так засирать игру, как они сейчас это делают, продавая бесчисленное количество прям танков, то возможно и да. Напишите в комментариях, что вы думаете. Всем привет, друзья, с вами Маракаси. Итак, сегодня поиграем на сайте Vodhub. Соответственно, не забудьте воспользоваться бонусами данного сайта. Ежедневно тут проходят розыгрыши. Можно совершенно бесплатно крутануть барабан. Кстати, давно этого не делал. Давайте посмотрим, что может выпасть. Подаю с 25% к депозиту. Довольно неплохо. То есть один раз в день можно крутануть. То есть, в принципе, нормальная тема. Правда, зачисления там не сразу, насколько я знаю. Но, в общем, давайте играть. Новый кейс тут. Heroes and Panzer. Посмотрим, что тут у нас. Что-то одну всего коробку открыл. Надо больше, конечно. 2500 золота. А, 2000 золота. Нормально. В принципе. А, 440 рублей. Офигеть. Дорогие. Вчера я, кстати, удивился, насколько данный кейс прибылный. То есть, у меня оттуда хорошо повыпадало призов. Может быть, сегодня тоже повезет. Посмотрим. Ну, видите, тут всякие вот эти вот небольшие призы, но они довольно дорогие, в принципе. Вот. Декали всякие. Можно выиграть золото. Ну, премиум танк этот. Сделанный как бы под аниме. С анимешным экипажем. Естественно, с девушками там. Да, любители аниме. Что-то сегодня не особо так прет пока что. Может быть, нужно немножечко терпения проявить. Посмотрим. То есть, конечно, может и падать по 75 золота. Это никто не исключает. В каждом кейсе, конечно, не будет по премиум танку, но может и выпустить такое. Опа. Ну, все, я, по-моему, так скажем, выиграл достаточно уже. Ну, конечно, всегда хочется еще больше, но когда выиграл уже больше, чем у тебя на балансе, есть уже как бы волноваться не о чем. Так, 198. В принципе, хорошо пошло. А, нет, мимо. Давайте немного еще. Инкогнито кейс откроем. Так, продать. Заберем. Короче, уже буду забирать. А, не хватило. Ну, ладно, пускай, потом останется. Спасибо, что смотрели. Ссылка на сайт в описании. Там же промокод. А вот, кстати, еще одна хорошая новость. Заключается она в том, что разработчики дарят абсолютно бесплатно три дня премиум-аккаунта при условии, что вы с 30 апреля до 7 мая зайдете в игру и выполните очень простые ЛБЗ на технике от 4 по 10 уровень. В общем, ну, такая вот небольшая, но приятная халява. Естественно, для некоторых совершенно бесполезная, так как у многих этого премиум-аккаунта уже девать некуда. Ну, я думаю, что таких людей не так уж и много. А вот новички обрадуются, у кого премиум заканчивается, они, конечно, с удовольствием заберут три дня премиума. И просто запасливые игроки раздарят на халяву тоже, конечно, это все дело себе в карман положат. И некоторая хронология акций с 30 апреля по 11 мая. Соответственно, нас будет ждать акция «Получи три дня премиум-аккаунта», о котором я говорил. Потом у нас акция «Штурм Берлина» с 30 по 3 мая. Потом у нас акция «Вперед к победе», ну, посвященная, естественно, наверняка, ну, отчасти 9 мая, но будет еще отдельная акция на день победы с 3 по 7 мая. И акция «С днем победы» с 7 по 11 мая. Там тоже, наверняка, дарут день прямо и еще какую-нибудь халяву. Также «Туман войны» в вылазках будет это с 30 по 14 мая. И акция «Бой на Т110Е3», «ВЗ-111 Модель 5А», «Проджета М40 Мод 65». В общем, замечательно, что я могу сказать. Дополнительная халява и множество акций, как всегда, в мае нас будет ждать. Но что еще интересного? Тут недавно просочилась такая вот информация, которая многих разочаровала о том, что линия фронта отменяется. То есть, этого режима не будет. Но, к счастью, потом, через некоторое время появилось опровержение. Якобы, информация с европейского сервера была воспринята неправильно и на самом деле все-таки в 2021 году линия фронта появится, как и планировалось. Кстати, ее дорабатывают сейчас разработчики и надеюсь, у них получится что-то интересное. Действительно, линия фронта нуждается в обновлении, но самое главное, на что я лично рассчитываю, как и многие игроки, что разработчики не понерфят фарм, потому что они вполне могут это сделать, так как все-таки линию фронта в основном используют игроки для получения разнообразных наград. Надеюсь, они не уберут их, кстати, и для фарма серебра. Соответственно, если порежут в серебро, то надобность играть в линию фронта часто, по крайней мере, отпадет. И также, друзья, многие заявили о том, что у них появился баг весьма неприятный, а списались все дни премиум аккаунта. То есть, реально люди писали, у которых там по 100 дней премиум, или даже больше, и у них просто все дни премиум исчезли с аккаунта куда-то. Но тут стоит отметить, что это просто баг, очень неприятный, и тут, конечно, Wargaming стоило компенсировать все это дело, но вряд ли они это, как всегда будут делать. Но, тем не менее, если у вас такое случилось, и до сих пор ну, в общем-то, примак ваш не возвращается, то, соответственно, вам нужно обязательно написать техподдержку. Но, скорее всего, это все исправится автоматически со временем. Но напугали игроков знатно. также, друзья, в мае у нас еще одно событие будет, это 100% будет марафон. На какой конкретно танк, ну, утверждать не буду, потому что тут может прокрасться ошибка, но все источники говорят о том, что это будет Skoda T56. Да, если просто просуждать логически, то, действительно, а какой еще другой танк может быть в марафоне? Все-таки новая ветка этих словатских танков выходит, и, естественно, под нее нужен премтанк. А марафоны Wargaming любят. Многие игроки думают, что Wargaming такой супер добрый, и марафоны устраивает ради игроков. На самом деле, марафоны гораздо уже выгоднее по продажам прям техники, чем просто продажа обычная. Так что марафону быть, и Skoda наверняка нас порадует. Ну, и также наверняка в ВГ подарит такой вот танк Т34-образ СА 1940 года. Ну, такой небольшой уровень СА-4, но, тем не менее, тоже подарок весьма неплохой. тут опять-таки не утверждаю, потому что чистая информация немножечко такая вот спорная. Желаю вам, друзья, всего хорошего. Не забывайте гулять, пока, в общем-то, сейчас погода, я думаю, налаживается. Ну, в общем, всего хорошего. Субтитры